Да, дорогие друзья, на дворе зима, а я за рулём кабриолета. Ну, правда, это не просто кабриолет, а Range Rover Evoque кабриолет. А значит, автомобиль, относящийся к вроде бы самому зимнему классу, то есть к классу кроссоверов. А если вы спросите владельцев подобной техники, я говорю, конечно же, о кроссоверах, а не о кабриолетах, они вам наверняка скажут, что купили именно такую машину, потому что в России долгая, очень долгая зима. Так что превратить кроссовер в кабриолет – это решение, мягко говоря, не бесспорное. И это при том, что... Простите. И это при том, что Range Rover Evoque автомобиль и без того весьма противоречивый. Ещё когда эта машина появилась на рынке, мы говорили о том, что это ближайший родственник Элендровера – Freelander, то есть вроде бы почти настоящий внедорожник, но в основе машины – платформа, корни которой уходят аж к Форду Мондео. Вообще, извините. Извините. Да. Вот, так лучше. Но всё-таки англичане смогли преодолеть этот скепсис и действительно построили автомобиль одновременно и гламурный, и достаточно универсальный во всех смыслах этого слова. Кстати, именно кабриолет и кабриолет зимой позволят, наконец, понять, почему интерьерщики Элендровера пошли на некоторые ухищрения. Вы наверняка уже знаете, что на вопрос, отчего в интерьерах всех рейндж-роверов такие огромные кнопки, вы слышите следующее. А всё для того, чтобы владелец мог оперировать всеми органами управления, не снимая перчаток. Казалось бы, зачем? Вот зачем. Потому что в России бывает зима, а теперь ещё и кабриолеты. И действительно, при помощи перчатки я могу включить обогрев ветрового стекла, манипулировать микроклиматом, но не могу при этом включить обогрев сиденья. Всё от того, что кнопка, которая переводит меня в режим управления сиденьями и всем, что с ними происходит, вот кнопку эту я нажать могу, но как только нужно что-то сделать на экране, пальцы мои совершенно бессильны, потому что экран на нажатие в перчатках не реагирует. Да, я знаю, что существуют специальные перчатки для смартфонов, но я также знаю, что эти перчатки, мягко говоря, не так хорошо изолируют от холода. Так что налицо ещё одно противоречие и ещё один повод задать вопрос. А стоит ли платить за автомобиль, который на 300 килограммов тяжелее обычной трёхдверки, такое же количество дополнительных тысяч рублей? Окей. Будем разбираться. Ранджровер Ивук красив. Красив настолько, что Виктория Бекхам, пожалуй, до сих пор гордится тем, что её пригласили на ритуальную должность консультанта по дизайну самого компактного рейнджера. Кабриолет же особенно со сложенной крышей и вовсе апогей стиля. Похоже, дизайнеры изначально планировали не только версии с разным количеством дверей, но и такой вариант, со сложенной в нишу между салоном и багажником матерчатой крышей. Как иначе объяснить гармонию восходящей подоконной линии, общих пропорций и пикантного спойлера, венчающего всё это великолепие? Интерьер всё так же радует качеством материалов, строгим изяществом линий, а под естественным, пусть и зимним освещением, выглядит, пожалуй, даже более выигрышно, чем под жёсткой крышей более консервативных версий. Однако, оправившись от первого впечатления, начинаешь задаваться вопросами. Первый вопрос, который возникает, когда смотришь на рейнджровер Ивук кабрио, так это почему у автомобиля стоимостью свыше 4 миллионов рублей матерчатая крыша? Ведь за эти деньги можно было бы позволить себе и жёсткий складной верх. Ответ прост. Когда видишь машину с таким вот чёрным верхом, никому не нужно доказывать, что у владельца нашлось достаточное количество безумия и лишних денег, чтобы позволить себе вот такой нетипичный кабриолет. Ну, а во-вторых, благодаря именно такому решению, рейнджровер Ивук стал обладателем пусть несколько сомнительного, но всё-таки достижения. Говорят, что это самый большой в мире складывающийся матерчатый верх из тех, что производятся серийно. Но есть и соображения, которые можно считать практическими. Любой владелец обычного трёхдверного Ивука, который сами лендроверцы почему-то называют купе, прекрасно осведомлён, как непросто усадить человека на второй ряд, даже если сам человек не против. И вот видите, голова у меня сейчас явно лишняя. Фух. Хотя поместиться всё же можно. И совсем другое дело, если я использую дополнительную опцию. Для этого мне понадобится два нажатия на кнопки и 18 секунд терпения. Ну вот, совсем другое дело. Теперь на второй ряд можно пробраться, сохранив человеческое достоинство. И даже принять какой-нибудь парад. Хотя сидеть здесь, конечно, очень тесно. Ещё один плюс матерчатой складной крыши, она сравнительно компактна. Багажник здесь, разумеется, небольшой, всего 250 литров. Это цифра на уровне компактных хэтчбеков, но он остался в неприкосновенности. Причём, несмотря на то, что грузохранилище просторным не назовёшь, инженеры предусмотрели и лючок для перевозки длинномеров, и пусть докаточное, но всё-таки запасное колесо, а не убогий ремкомплект. Любители путешествовать оценят. Наконец, матерчатая крыша просто легче. И это обстоятельство позволило удержать наряжённую массу кабриолета в пределах двух тонн. Но всё равно, конечно, машина со складной крыши тяжелее стандартной трёхдверки. Пришлось усилить днище, передние стойки, разместить за вторым рядом выстреливающиеся дуги безопасности, на случай, если вы непонятно, почему решите отправиться на этом автомобиле на трек-день и непременно перевернётесь. Вот этот добавленный вес и недостаточная жёсткость кузова и являются основными претензиями в адрес кабриолетов со стороны тех, кто привык на машинах прежде всего ездить и, более того, наслаждаться этим процессом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так лучше. Его кабриолет продаётся в России с единственным двигателем. Это бензиновая турбо-четвёрка. Параметры её таковы. 240 лошадиных сил мощности и 340 ньютон-метров крутящего момента. С дополнительными тремя центнерами нагрузки двигатель справляется уверенно, хотя время разгона до первой сотни, конечно же, пострадало, увеличилось на одну секунду, и теперь этот рывок занимает 8,6. Не очень большая потеря. Мотор всё так же дружен с коробкой передач, да и коробка передач осталась прежней. Это 9-ступенчатый гидромеханический автомат немецкой фирмы Ценрад Фабрик. Что должно было пострадать от увеличения массы, так это управляемость и плавность хода. Да, три сотни килограммов – это немаленькая прибавка в весе, но, что примечательно, сосредоточена она в основном в нижней части кузова, то есть она почти не повлияла на положение центра масс, а значит и в повороты и вок по-прежнему заскакивает довольно уверенно. Во всяком случае, если вам нравилась управляемость обычной трёхдверки, то и кабриолет не разочарует. На зимней дороге можно посетовать разве что на недостаточно информативный руль, но это во многом вопрос не столько даже рулевого управления, сколько качество зимней обуви. Лично мне ранджровер Ивок всегда нравился совершенно локомотивным умением держать прямую, что делало этот небольшой автомобиль прекрасным спутником в дальней дороге. Это умение, в принципе, неудивительно для автомобиля, построенного на платформе Мондео, но несколько неожиданно для кроссовера, который позиционируется как серьёзный боец на бездорожье. Кабриолет в этом смысле ничуть не хуже, а удивила меня, пожалуй, шумовая картина. Точнее то, что матерчатый верх ничуть не испортил довольно-таки благостную атмосферу в салоне. Даже на высоких скоростях крыша не выдаёт себя практически ничем, а понять, что я за рулём кабриолета можно по совершенно убогому заднему окошку, но, впрочем, через него и раньше было мало что видно, и по очень массивным передним стойкам. Слепые зоны и раньше были очень серьёзными, и за ними легко мог спрятаться не только пешеход, но даже компактный автомобиль, ну а сейчас требуется привыкание и просто сверхвнимательность. Зато внедорожные способности остались на прежнем весьма высоком уровне. Геометрическая проходимость версии со складной крышей ничем не отличается от способностей обычной трёхдверки. При должном умении Evoque вполне способен проехать полигонную полосу препятствий, предназначенную для ленд-ровера Discovery. И углы въезда, и съезда, и клиренс, и даже глубина преодолеваемого брода в полметра остались в неприкосновенности. Так что, пожалуй, рендж-ровер Evoque Cabrio — единственный автомобиль в мире, который в состоянии не только заехать на живописный пляж, но и выбраться оттуда без помощи эвакуатора. Но главное, Evoque Cabriolet идеально справляется с основной задачей автомобиля класса премиум — демонстрации статуса своего владельца. Эту программу мы снимаем в одном подмосковном коттеджном посёлке, месте весьма престижном и буквально напичканном дорогими автомобилями. Так вот, в процессе съёмок я успел дать два интервью и одну пресс-конференцию. Даже если бы я зимой приехал сюда на белом Lamborghini, внимания было бы гораздо меньше. Так что, если вы хотите остаться незамеченным, его кабриолет лучше не покупать. Впрочем, цена в 4 миллиона 426 тысяч рублей, пусть и за топовую комплектацию HSE Dynamic — это немало. За эти деньги можно купить два кабриолета Audi A3 или один E-класс и половину C-класса, причём все перечисленные с матерчатыми крышами. А рынок автомобилей с пробегом и вовсе обещает огромное количество самых разных способов погреть назревающую лысину под декабрьским солнцем. В конце концов, за эти деньги можно даже купить небольшой собственный пляж и застревать на нём за рулём любого автомобиля. Но, пожалуй, ни одна машина в мире не способна произвести такое впечатление на окружающих, как Range Rover Evoque Cabrio. Стоит ли это впечатление парой поездок на Мальдивы? Ну, это решать вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова